Это моя подруга Кристина. Каждый вторник в пол восьмого утра мы собираемся здесь для того, чтобы составить планы на неделю, каждый в своей сфере. А еще почти месяц назад Кристина на свою голову согласилась мне попозировать для тестового видео. Если прошерстить десятки сайтов по запросу правила создания видео и прочитать от 5 до 22 предлагаемых обязательных пунктов, можно выделить несколько общих моментов. Максим Русанов, автор проекта «Кино на изнанку», пишет о процессе предпродакшена так. Далее в его статье на Яндекс.Дзен идет развернутое описание семи пунктов подготовки. Но при создании среднестатистического наколеночного клипа для частного заказчика бывает достаточно идей минимального набора референсов или мудборда. Этот набор помогает не только фотографу или видеографу, но и модели, настроиться и верно передать задумку, либо просто быть собой. И этот же набор поможет в качестве идейной основы для монтажера, когда через верно выбранные составленные кадры, саунд-дизайн и графические элементы можно легче передать первоначальную задумку и наполнить имеющийся набор картинок смыслом. Как говорит один мой знакомый продюсер, именно монтажер вдыхает жизнь в отснятый оператором материал. Через неделю после съемок я отдала Кристине готовое видео. Продолжение следует... Просто расскажу в другом ElliotINKе. Продолжение следует... Продолжение следует... Как тебе вот это вот видео на жанге? Это было испытание. Неплохое начало. Но испытание не в плане результата. Для меня это как бы тоже челлендж, как для модели. Я понимаю, почему я там себе не нравлюсь. Потому что я замерзла, и у меня везде такой рот. Но я на самом деле не урод, когда ты там красиво получилась. Нет, я не могу как человека, который видит, я все-таки твоя подруга. Ну, то есть я же тебя знаю, и знаю, чем ты занимаешься, и сколько, и как. И видела там какие-то предыдущие работы. Поэтому на самом деле я была в восторге. Ну, правда, то, что я тебе написала, это было искренне, потому что... Для меня это такой прям профессиональный. Музыкальный, музыкальный не потому что музыка, а музыкальный в плане ритма, динамики, темпа, цветов, поворотов, разворотов. Я почувствовала ощущение гордости. Но у тебя не было ощущения, что чего-то не хватает? И я его рассмотрела просто как мы погуляли, и что-то получилось. Вопрос, хватает, не хватает, он, наверное, должен быть в контексте цели какой-то. Ну, типа, для чего этот ролик? Потому что пока он как бы не для чего. Если бы он был для чего-то, тогда, наверное, бы там чего-то не хватало, потому что, да, в нем нет какой-то задачи, что ли. Кристина – редкий благодарный клиент, но и отличная подруга, говоря к слову. По мне, видео тоже вышло неплохо, но какая-то явно упущенная деталь никак не давала мне покоя. Чтобы найти недостающий пазл, я закинула видео на критику своим коллегам, и среди десятка разоблачающих комментариев зацепил меня именно этот. Ни посыла, ни истории, ни композа. Вот реально обсуждать нечего. Это видео-визит, где акцент на симпатичную девочку. Все. Оценивать операторскую работу тут нельзя, так как самой истории нет. А операторская работа, когда-то в том, чтобы связать эти кусочки истории. Вот тоже самое ребенка, не знаю, на утреннике снимать. У любого видео должен быть некий посыл. Вот, к примеру, была бы эта реклама куртки, и была бы задача показать ее со всех сторон. Чтобы было что оценивать, а в подобных видео даже непонятно на что. Надо смотреть. А, ну, а вообще, как бы, что тут еще смотреть? Все, конечно же, так и было задумано. Девушка, портрет улицы. Это портрет девушки. Иногда нужно просто сделать вдох-выдох, успокоиться, чтобы наконец-то что-то осознать. Точно, так вот зачем нужен предпродакшн. Именно в этот момент и закладывается то, что после нам подскажет, как собирать видео. Между готовым видео для Кристиной и этим очень важным открытием случилась еще одна съемка, где я в студии снимала бэкстейдж фотосессии, где мою подругу Кристину фотографировал очень классный фотограф Роман Чекмарев. Я попросила Рому дать мне задание. По ходу дела он придумал пару классных заходов. Мы их отсняли. И в этом видео теперь у меня точно есть за что зацепиться. Сейчас на таймлайне лежат исходники. Там та же Кристина, игра со светом, несколько разнообразных планов. Не так уж их много вариантов. Но есть три крючка, на которых я попробую собрать всю историю. Посмотрим, получится у меня это или нет. Пока я иду показывать Кристине готовую работу, хочу напомнить вам, чтобы вы обязательно подписывались на мой канал. Ведь подобного рода видео здесь будет становиться больше. Я буду больше делиться опытом своего внутреннего видео производства и роста. Ну и не забывайте написать в комментариях свое мнение по поводу двух этих готовых роликов. И как вам вообще такой формат выпусков. Нравится или нет. Да. Это я реагирую на подпись. Так приятно. Мне включили все три. Ой, прикольно. Так, немножко фильм. Меланхолия фон Триера. Меланхолия фон Триера. Класс. Можно еще раз? Да. Спасибо. Нет, теперь ты мне расскажи, как ты это собрала. Руками. Вот этими. Начну с того, что мне очень нравится музыка. Для меня это просто очень важно. Оно отличается от первого? То есть ты видишь разницу какую-то? Я вижу здесь как минимум вот эту историю с развитием. Ну, то есть в горку динамики. Потому что там линейное повествование. Здесь что-то начинается, куда-то идет и чем-то заканчивается. Здесь определенная атмосфера. Слушай, ну и там есть атмосфера. Мне сложно без текста. Там текст у вас только в начале стоит. А нельзя было вот как бы до конца текста делать? Конечно, когда можно будет выложить? Спасибо тебе большое. У меня еще никогда не было бэкстейджа со съемок. Какой-то совершенно другой уровень творчества. Мы занимались совместным творчеством. И из этого получились совместные продукты. Ошибка первого видео и его монтажа заключается в том, что в нем как раз-таки пропущен этот важный этап предпродакшена. Подготовки к видео, закладывания в него какой-либо идеи. То есть задача была просто прогуляться по улице, снимая видеопортрет, используя при этом только свет фонарей, светового меча. Кстати, Саша, тебе огромная благодарность за помощь. И здесь я намеренно шла на эту ошибку, потому что до этого никакого опыта режиссирования видеороликов у меня не было. Я не совсем понимала, что зачем идет, зачем вообще нужен этот предпродакшен и как ролику нужно готовиться. И, в общем, я намеренно совершала этот шаг для того, чтобы максимально прочувствовать и осознать смысл всего этого процесса. Во втором ролике у нас как таковой подготовки тоже не было. К тому моменту я еще не совсем пришла к этому осознанию. Но, тем не менее, уже на этапе монтажа я закладывала хоть и не прямой смысл. Типа вот она дорога, туда мы идем. Но иносказательная идея все равно в этом видео есть. Вот такой случился поворот в моей режиссерской истории. Вы можете теперь взять этот опыт на вооружение, но, как по мне, лучше все-таки эту ошибку совершить для того, чтобы максимально прочувствовать и осознать весь смысл всего этого подготовительного процесса и больше никогда к этому не возвращаться. Это Яна Алексеева. Вот здесь кнопка подписаться на мой канал. И тогда мы точно увидимся с вами в следующих выпусках. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok